А сейчас к новостям в мире. Власти Южной Кореи планируют запустить до 2038 года еще около шести новых атомных реакторов. Столько же начнут строить в скором времени и во Франции в рамках национальной программы перезапуска атомной энергетики. Таким образом, все больше стран обращаются к силе мирного атома в надежде сократить вредные выбросы в атмосферу и сделать электроэнергию еще более доступной. Назиат Уякова выясняла подробности. Ей слово. Во Франции, одном из мировых лидеров по объему вырабатываемой ядерной энергии, работают больше 50 реакторов. В ближайшие годы здесь начнут строить еще шесть новых в рамках национальной программы перезапуска атомной энергетики. В грандиозной стройке будут задействованы до 100 тысяч человек. А на весь период эксплуатации только одной станции, он может длиться до 80 лет, ей потребуется персонал численностью до полутора тысяч сотрудников. Кроме усиления социальных лифтов, развитие мирного атома влечет за собой и модернизацию инфраструктуры деревень вблизи реакторов. Примечательно то, что когда в стране анонсировали программу возведения новых реакторов, многие регионы развернули целую борьбу за право размещения на своих территориях строящихся АЭС. И это позитивный и важный сигнал, свидетельствующий о лояльности на локальном уровне. Потому что все понимают, мультипликативный эффект от строительства станции для экономики регионов огромный. В Южной Корее также хотят построить шесть новых атомных реакторов. Их планируют запустить до 2038 года. Сегодня в стране уже работают 23 энергоблока. Они производят почти треть всей электроэнергии. Как отмечают в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Кореи, атомные станции сдерживают рост тарифов на электричество. Без них пришлось бы пользоваться энергией, произведенной на угольных станциях. А она, по данным ведомства, в 17 раз дороже. АЭС в этом плане самый оптимальный вариант. Особенно с учетом роста спроса и за развитие сектора искусственного интеллекта, считает политолог Ли Джи Хёк. А еще он самый безопасный. Альтернативные источники энергии не могут обеспечить большие объемы электроэнергии. А технологии ядерной безопасности достигли значительного прогресса. Если, в частности, Казахстан будет соблюдать рекомендации МАГАТЭ и сотрудничать со странами, имеющими опыт строительства и управления АЭС, такими как Корея, то никаких проблем с безопасностью не возникнет. С тем, что альтернатив мирному атому пока нет, убедились и жители Германии. Там после аварии на Фукусиме массово закрыли все атомные электростанции. И страна, которая была крупным экспортером электроэнергии, перешла в статус импортирующих. В прошлом году здесь отключили от электросети три оставшиеся АЭС. Однако две трети населения с этим решением властей не согласились. И это вполне понятно, ведь цены за электричество заметно подскочили. Загрязнение воздуха от станций, работающих на угле и газе, вновь увеличилось. Глядя на текущее положение дел, я сомневаюсь, стоило ли отказываться от атомных электростанций. Если бы мы глубже изучали тему атомной энергии и продолжали ее использовать, было бы легче справиться с энергетическим кризисом. Мне кажется, это решение было поспешным. Сейчас среди населения Германии много дискутируют по поводу источников зеленой энергии. Ведь в стране много энергоемкого производства. Поэтому нужно как можно скорее найти оптимальный способ выработки энергии. Огромный экономический рост наблюдает тем временем в Турции, где в провинции Мирсин строят АЭС Акую. Ее первый реактор введут в эксплуатацию уже в следующем году. С начала возведения станции в регионе построили больше 20 тысяч жилых домов, открыли десятки отелей и провожили крупную магистраль между курортами. Также на территории провинции заработали свыше полутора тысяч предприятий. Строительство АЭС в Мирсине положительно сказалось на жизни местных жителей. Благодаря проекту было создано больше 30 тысяч вакансий. Причем многие рабочие места заняты иностранцами из-за нехватки людей. В Америке, которая производит больше всего ядерной энергии в мире, в этой сфере работают около полумиллиона человек. Их зарплаты примерно на треть выше, чем у работников других энергетических отраслей. Огромные и налоговые сборы, идущие в местные бюджеты. Они исчисляются миллиардами долларов. Всего в стране действуют 93 реактора. Они покрывают не только потребность самих США, но и 30% мирового спроса. Только в прошлом году эти АЭС выработали 775 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить светом больше 72 миллионов домов.